Я увидел в списках докладчиков Ольгу Николаевну и решил, что я не могу отказать себе удовольствие тоже свои пять копеек по поводу образования вставить, в том числе и школьного, но это вы там сами решите, а нужные контакты я, в принципе, тоже с удовольствием дам. Меня зовут Андрей Пирогов, я никому не известен. О чем я хотел бы сегодня рассказать? Вот, видите, сначала ничего не было. Было просто время. У меня такой быстрый ретроспективный анализ того, как я эволюционировал, создавая определенное сообщество, развиваясь сам и выстраивая определенную такую модель, как оказалось. Сначала ничего не было. А в 2011 году я занялся такой вещью, как меня так случайно получилось на самом деле, пригласили вести курс по выбору в высшей школе бизнеса НГУ. В НГУ есть такой факультет, он называется высшая школа бизнеса. Значит, это бакалавры и направление подготовки менеджмента. То есть такие манагеры. Вот там учат реально менеджмент. Бизнес, финансы, HR, как что-нибудь впарить. Вот, всем ГИСовикам было бы на самом деле очень полезно учиться впаривать, потому что мы это делать не умеем. Значит, это было в 2011 году. Значит, и курс назывался «Географические аспекты бизнеса». Ну, «Географические аспекты бизнеса», потому что с географией у менеджмента вообще никак. Вот просто никак. Мы начинали с того, что первый курс, там, 2011 год, вот, сейчас уже помню, может даже 2010. Просто мы использовали контурные карты детские, знаете, школьные атмосы. То есть, ну, это все было так на коленке. Очень здорово, интересно. Всем курс очень нравился. Значит, в 2012 году получилось так, что я понял, что компания ScanX выпустила на рынок и дала мне возможность бесплатно поиспользовать чудесную такую вещь, которая называется «Геомиксер». Значит, я был первым человеком, наверное, кто вообще «Геомиксер» установил в локальной сети ВУЗа и начал это использовать в образовательных целях. Ну, как использовать? Ну, понятно, что данных не было никаких. Это было почти 10 лет назад. Был OpenStreetMap, который я готовил с точки зрения, там, брал всю Россию, выкачивал из нее все данные, сортировал их по объектовому составу. Естественно, все это было в Кугисе. Вот, когда Кугис меня начинал бессить, я использовал, наверное, там, OpenCalc и просто в формат ДБФ правил руками. Это все было замечательно, все это поработало. Значит, 2012 год, да, менеджеры узнали, что такое ГИС, это их не шокировало. Всем очень понравилось, курс продолжился. В 2013 году он немножечко трансформировался. Почему? Потому что, вау, помните, появилась МОСДАТА. ДАТА МОС, я уж точно не помню. Значит, портал открытых данных в качестве Москвы. Значит, если бы не было ГИС ЛАБа бы, то портал открытых данных в Москве, он бы получил, он бы умер. Почему? Потому что все данные, которые делался в то время, в 2012 году, они появились, в 2013 году я начал использовать. Все эти данные представляли из себя просто тихий ужас. А ГИС ЛАБ запустил проект по нормализации открытых данных, портал открытых данных Москвы. В итоге я получал и до сих пор пользу с этими замечательными наборами данных. Многие из них на портале вообще были уничтожены и остались только у меня. Значит, это был 2013 год. Значит, в 2013 году я впервые привел студентов на экскурсию с Канекс. Они увидели эти замечательные тарелки, они увидели проект по великам. И на самом деле, вот такой принцип корпоративной открытости я тоже называю открытыми данными. Открытая корпорация. Корпорация – компания, которая готова пригласить к себе студентов, показать, как они работают, как они устроены. Конечно, это было интересно. Мы поймали еще пролет спутника, антенна, соответственно, там, Искан и Лаева делает. Дикий восторг. Люди, которые изучали менеджмент, финансы, HR, они вообще, как спутники, они вообще летают. Мы-то думали, земля плоская. И оказывается, это еще и бизнесу нужно. Почему? Потому что ребята рассказали замечательные проекты о том, как они там мониторят количество спиртовозов, как они работают с страховыми компаниями. То есть, какие реальные бизнес-кейсы. 2014 год, значит, история продолжается, но я решил поменять название курса, потому что из географических аспектов он потихонечку трансформировался в геоинформационные аспекты бизнеса. И в это же время, в 2014 году, появилась на Фейсбуке группа геомаркетинг-пространственный анализ. Сейчас в ней всего лишь 800 участников. В общем, она есть. 2015 год, следующее, что у нас дальше начало появляться? Ну, в первую очередь, в 2015 году появился ресурс ГИСГЕО, потому что я понял, что накапливать в ЖЖ, в каких-то своих блокнотиках, написанных на коленке, в связи с тем информацией, которые я собираю для курса, просто невозможно. В советском появился сайт. И это, ладно, это отдельно, мы не будем говорить. Там есть какие-то открытые вещи, я туда скапливаю все. Все будут, все пользуются. Значит, в 2015 году появилась карта DB. Здесь новый логотип, а раньше был просто карта DB, помните? Соответственно, это была первая, единственная нормальная, адекватно работающая такая веб-гис-визуализатор для детей. Там было все настолько юзер-френдли, что я ее тестировал даже на школьниках восьмого класса. И им было понятно, куда надо нажимать, смотря на то, что она была полностью нами в английском языке. Значит, к чему меня дальше это сподвигло? Дальше я пригласил еще каких-то ребят прийти и рассказать о себе. Ко мне пришел Арно Труссей с компанией Rios. Это такая классическая гем-маркетинговая компания, работающая на платформе карта DB. Карта, да, открытая, все на гитхабе, все пользуются. Значит, 2016 год, что у меня было в 2016 году. Вот, в 2016 году я вдохновил людей из эконом-фака РУДН. Я надеюсь, что я их вдохновил немножечко. И они создали у себя на экономическом факультете для направления подготовки экономика города курс по геомаркетингу. Большое спасибо, в этом году появится даже учебное пособие этому геомаркетингу. Там все лабораторные задания сделаны открыты на ГУГИСе, на использовании данных ОСМ, на использовании портала открытых данных и куча-куча всего подобного. Значит, помимо этого, 2017 год, в этом году было всего лишь, да, к нам пришла гость в компании HERE, это вот, которая, навигация во всех этих вот крутых тачках. Вот, и это же одни из организаторов, которые на ЛАУГИС были. Они пришли, рассказали о себе, в этом году они уже взяли студентов на стажировку и вообще большие молодцы, мне помогают. Значит, помимо всего этого прочего, наш ресурс и вот то, что мы добились вместе с ГИСГЕО и со своим курсом появилась в программе подготовки экономистов по направлению статистика в СОБГУ на экономическом факультете. Плюс, большое спасибо, вот Антон там сидит, Геоквантум, в программе Геоквантума есть ссылки прямо на портал ГИСГЕО, где сказано, что есть куча всего полезного. Для меня это прямо как бальзам на душу, ну а ГИСГЕО стал за это время в топ-выдаче Яндекса по двум ключевым словам. ГИСГЕО, вообще без денег. Значит, 2018 год, это прямо этот год, курс переименован мной уже просто в геоинформационной технологии в бизнесе. Почему? Потому что каждое занятие, они сидят в компьютерном классе и что-то пытаются сделать. Значит, в этом году у меня следующая проблема, вообще каждый год он проблемный. Все бесплатные сервисы, которые раньше я использовал, и карты, и геомиксер, и Аргис онлайн, естественно, они стали платными. Ну, просто все хотят денег. Это абсолютно логично. Естественно, мы используем такие лайфхаки. Да, мы берем 30-дневный триал, мы используем один мой, там, три моих аккаунта на карта.com. Все это работает. Кстати, я даже удивлен, что на карте, если зайти с трех компьютеров, открыть одну и ту же карту, можно делать три разных проекта. А потом сохраняется тот, который я сделал первый раз. Это прям удивительный баг, но я не буду об этом писать ребятам в карте, чтобы они ничего не подправили. Значит, дальше у меня такая следующая разница. На следующий год, что мне делать? Либо мне брать полностью устанавливать какую-то информационную систему, может быть, там, я не знаю, на XGIS, уже комплектовать вуз. Но проблема в том, что если у вас есть курс по выбору, соответственно, значит, вы не числитесь как обязательная программа во ВГОСе. Если вы не числитесь во ВГОСе, то вам нельзя попросить денег на закупку программного обеспечения для нужд образования. Соответственно, если, конечно, мне кто-нибудь что-нибудь поможет бесплатно, я буду безмерно благодарен. Но следующая проблема в том, что сейчас получается так, что кроме карты.com и, в принципе, Argus Online, и то Argus Online похуже, нет ни одной элементарной, человечески понятной, написанной нормальным языком, визуализационной, так, GIS-визуализатора, которая обладает, хотя бы, минимальным набором аналитических инструментов, хотя бы банальные запросы какие-то делать, и инструментом просто визуализации данных и работать с разными типами данных непосредственно в вебе, без настольной части. Да, Макс, это камень в твоей стороне. Нет, я вижу, что ты это сделаешь. Что-то невозможно. Вот, возможно. Значит, к чему я бы хотел все это дело привести? У меня ушло практически 8 лет для того, чтобы создать систему, которая, наконец-то, начала адекватно работать. Я сам вообще выходец из такой классической айтишной компании, компания Argus. Я уверен, что здесь некоторые знают слово фотограметрия. Компания Argus – это программа на течение фотомода. Это фотограмметрическая система. Это номер один в России, топ-5 разработчиков в мире. Я там работаю больше 10 лет, возглавляю группу маркетинга. В общем, значит, помимо того, что я выходец из этого бизнеса, и мне это интересно с точки зрения продвижения геотехнологий в бизнес, есть пул компаний, с которыми я постоянно работаю. Слава богу, там ребята из Reels, Хир, Сканекс, и я надеюсь на XGIS. Это бизнес. Значит, и есть образование. Сейчас в данный момент это там ВШБ, МГУ и РУДН, которые бизнесу рассказывают о XGIS технологиях. И это определенное сообщество, я надеюсь, это и сообщество, которое сформировалось благодаря появлению XGIS. Это и сообщество XLAVA, это и какие-нибудь другие люди. И моя, так скажем, хочу перечисловить голубая мечта, ну окей, ладно, моя мечта дает соединить все это дело вместе. То есть следующий мой шаг, это будет, наверное, предложение у рынка и поиск людей, которые будут готовы думать, что же нам со всем этим делать дальше. Потому что потребность создавать какую-то интеграционную структуру. Я не хочу говорить, что надо создать новую ассоциацию, потому что такие, наверное, структуры, они уже мертвые. Но что-то такое, где мы сможем транслировать наш опыт геоинформационных компаний, передавать их в непрофильные вузы. Потому что передавать их в очередной раз мигает в МГУ на географический факультет, там в СГУГИД, да, Новосибирский. Это все такой абсолютно тупиковый путь, путь развития, как ни представляете. Сейчас есть все задатки для того, чтобы мы со своими наработками уже приходили в смежные специальности. Слава богу, да, есть мархи, большой интерес, они сейчас конфликсируют ГИС с ВИМом. Есть Питер, есть Москва, есть Высшая школа экономики, да, откуда вырос кандидат, если я правильно все помню. То есть потребность, на самом деле, есть огромная, колоссальнейшая. В том числе, да, мы являемся путем к тому, чтобы технологии все активнее и активнее внедрялись в таких компаниях, как, не знаю, как там, Сбербанк, или та же самая Почта России, которая даже беспилотник нормально запустить не может. На этом у меня все. Большое спасибо. Беспилотник. Спасибо. Если есть вопрос, или пора домой. Ты нарисовал очень красивый кружок, но по опыту, хорошо, не по опыту, а мне кажется, что в реальной жизни в этом кружке будут стрелочки. Что будет? Стрелочки. То есть мы превалируем либо бизнес, который будет продвигать свою тему образования, типа, лечить студентов, как Эссерик, и потом на районе работать в нашей системе. Либо образование будет превалировать и для своих предметов, типа, давайте, мы нам сделаем это совершенно за бесплатно. Да. А здесь проблема в том, что я специально стрелочки не нарисовал, потому что я не буду говорить о том проекте, который пошел по пути стрелочков, и у него ничего не получилось. Просто я лично людям об этом скажу, и они даже об этом знают. Но поэтому... Скажи. Первая буква какая? И сколько букв? Все, наверное, знают проект Унигео. Да. Консорцию. Вот, как бы, я все понимаю, но в этот проект надо было вкладывать какое-то безумное количество сил и энергии для того, чтобы он действительно оказался без стрелочек. Вот эти вот стрелочки, попытки продать себя, создать сообщество, они на самом деле ложатся, они не работают. То же самое, это такая же самая ситуация с той же самой там международной компании, там, Q-Technologies. Это очень сложно. Базироваться и транслировать знания о технологиях, базируясь только на собственном успехе. Та же самая проблема и с SE. Вы думаете, что у нас в стране кто-нибудь из вузов пользуется полностью купленной нормальной лицензией? Да и вообще ни разу. Одна-две организации. Все пользуются 30-дневным материалом, потому что платить за это никто не хочет денег. А потом люди присаживаются на Q-GIS, то это получит. Вот, к сожалению, это тупик. Попытка построить образовательное комьюнити только на своих технологиях завершается неудачей. Почему? Потому что... На своих что-то имеешь в виду? Ну, только на своих технологиях. Пользуйтесь только, например, изучая GIS, только Q-GIS. Все. Это конец. Я вот поэтому не нарисовал стрелочек. Но у Нигео было не об этом. У Нигео было не об этом. Но просто здесь хоть кто-нибудь знает, например, да. Вот поэтому у нас нет действительно вот таких вот структур, которые пытаются вообще что-нибудь там принести в образование. То есть я об этом вообще ни разу не верил. То есть что можно там в одиночку что-то создать, стрелочки какие-то рисовать. Потом эти люди идут к нам работать и они знают, что там современные спутники снимаются таким разрешением, что можно видеть человека, как он бежит посмотреть у него время на руках. Это вот реальное представление о всех наших ДЗЗ. А тебе не кажется, что проблема вообще не в этом все, не в том, что там кто-то стрелочки, я вообще не понял, при чем кто-то. Ну ты как-то так расписал, что ли? Да нет, там а в том, что просто уровень компетенции как бы средний настолько низкий, что бессмысленно это все людям как бы скармливать. Вот мы производители там сверхинновационного софта во всех направлениях, да? Люди просто не понимают это. Не могут. Ты говоришь о студентах. Вот таких людей просто макс, банально вот трансляторов этих технологий очень мало. Потому что наша отрасль, хотим мы этого или не хотим, это лично мое мнение, я не настаиваю на нем, она жила внутри себя. Вот она жила внутри себя. Мы наружу не выходили. Мы начали работать там со школами, ну хорошо там, сначала Курчатовского проекта, Вот. Что делают до этого? Или ГИС до сих пор нет в школах. В России вообще нет ни одной учебной информационной системы. А ты понимаешь, что они там нужны? Они там прописаны во ВГОСе. И это значит, что они там нужны? Да. Это значит, что они будут покупаться. Но их вообще нет, потому что их никто не может сделать. Потому что когда... Возможно, мы говорим о разных вещах просто, когда мы говорим. Нет. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, КИС должна быть в школе? Что там должно быть? А вот это вот хороший вопрос к тем людям, которые готовы связать вас, производителя этого софта, с потребностями школ. Потому что когда свою... Помните, был такой проект «Панорама сделала живая география». Кто-нибудь работал здесь в школе в живой географии? Ну, мёртвая была. Ну, конечно. Потому что это была панорама для детей. То есть, эта панорама просто была с надписью «Живая география». Бедные дети. Как может, да, ребёнок 6-го, 8-го, 9-го класса работать в ГИС-панорама? Я не представляю. И точно так же, когда мне говорят, а что ты своим студентам не дашь КУГИС? Я понимаю, что люди не понимают, что студент даже 4-го курса, который боится компьютера, он не будет работать. Вот. Это нереально. Какое решение из этого? 5 кнопок. Всё переделать? Всё переделать. 5 кнопок. Должно остаться 5 кнопок. Всё. И мануал. На 200 страниц, с видео. Но это же противоречит само себе. К сожалению, да. Но таковые условия. Сейчас даже профессиональный софт уходит на blackbox однокнопочный. И это будет... Это высит уровень компетенции этих людей? Не столько компетенции, сколько хотя бы знания о том, что такие технологии есть. Умение называть кнопок это не компетенция. Это... Нет, нет, нет. Давайте отдельно. Технические специалисты и специалисты, которые могут что-то внедрить технологию на производство к себе, это совсем разные люди. Ни один технарь не принимает решение о том, что мы будем покупать геоинформационную систему. Геоинформационную систему закупает кто? Либо менеджер по IT, либо менеджер по развитию. Либо IT-директор. Если IT-директор, менеджер, не знает о существовании геоинформационных систем, то я могу много привести примеров из бизнеса, реального бизнеса, большого, как там внутри используются геоинформационные системы. Это хочется только плакать. В этом мы виноваты. А ты знаешь, школы в Штатах есть в Аргисе? Они сидят на Аргис Онлайн. В Толсту. Есть большой проект ООС и АСУ. Все, что они в школу дают. Там Аргис Онлайн. В принципе, она понятна. Весна там. Четыре функции. Там тепловая карта. Что-нибудь там. Буфер построить какой-нибудь там 15-минутный. Или что-нибудь там. Еще две, две-три возможности. Все. И возможность из всего этого сделать презентаж. Ну, кто сработал в Аргис Онлайн, тот знает. Да, есть, конечно, расширение, но школам они не душны. Кажется, 200 страниц документации. А, это да. Ну, просто 15 шлифт. Здесь зрели. Вот. Вот такой я пессимист. Да, закончился успокоен. Это не... Нет, на самом деле, вот то, что из того, что я вижу сейчас, надо нести свет знания геотехнологий в соседние сферы. И сейчас есть те, кому это действительно интересно, и кто пошел в это направление. Не зря появилась карта Call, карта DB. Вы посмотрите, о чем они пишут. Они пишут о том, что было написано 20, 30, 40 лет назад. О том, что геоинформационный там, геоинтеллигенс нам поможет лучше продавать. Об этом, извиняюсь, было написано 30 лет назад. В начале 90-х ритейлеру говорилось, что геоинформационные системы позволят вам лучше позволять продавать. Сейчас они пишут об этом и добавляют слово инновейшн. Никакого здесь инновейшна нет. Мы об этом все знали. Но оказалось, что люди, которые просто вот так умеют делать такие красивые картинки на основе пространственных данных, продаются гораздо лучше, чем люди, которые профессионально занимаются разработкой информационных систем. Это факт. Почему? Потому что манагер, сидящий за компом и знающий только Excel, он вам не будет работать в ГИС. Андрей, а можно вопрос? Вот твой опыт. Есть удобный сон для совместной удаленной работы на пространственном проекте? Ну, пожалуйста, на экс-диск, гис-стартер, разворачивайте полностью, работайте над ним. Это тяжелый случай. Это десктопный, тяжелый случай. Простой случай. Я начинал с геомиссера. Вы помните, да, в него можно загрузить Excel, широтой, долготой, в него можно перетащить там шейд. В последней версии гео-джейсон вроде так спокойно тащится уже все. Я говорю о образовании сейчас мы говорим. Вот для детей есть удобные такие? Нет. Нет ни одного. Ничего нет. Просто ничего детей не сделают. А если мы выпустим где-то все ГУГИС с пяти кнопками? Я все остальное выберем. А если бы возьмем мастер-кеп, все, у него редактор. Он нет, весь. А зачем вам редактор? Редактор не нужен. Нужна вещь, которая ожирит те данные, которые есть в открытом доступе и постоянно меняющиеся данные. Последние изменения МОСДАТы отображения точечных объектов, когда они вдруг решили что-то. Давайте писать полностью точечные, весь полигон описывать. Школа, например, какой-то. Или никому об этом не сказали. Это было очень весело. Но никто не мешает готовить данные. Все данные, которые готовятся, пожалуйста, и используйся. Ну да, школе нужно 5 новых. Построить красивую тепловую карту, сделать там, я не знаю, буфер элементарный, просто кружком 15 минут пешком, просто там и там количественным, качественным цветом чем-нибудь раскрасить. Вот этого даже за глаза хватит. Да нет, ну ты ерунду, это школа, 8 класса. Нет, в школе надо делать проекты, которые вот детям интересны. А, нет, естественно, с помощью этого инструмента делать проекты. Но имидж-процессор не будет использовать в школе учитель. Ну я и не предлагаю имидж-процессор. Ну у нас нет, к сожалению, простого такого софта. Понятно, что нужно ставить наставку компьютера, да, вместе с этим учителем что-то делать, вести. Но я в школе отработал 5 лет. Ведущий элитный школу Москвы, где у нас было все. географ? Географ. После этого, 2004 года, я постоянно работал в образовании. Был высшим образованием. Поэтому у тебя такая мобранчная... Да! Картим. Я хочу просто рассказать про американские. Там, я правда не знаю, там онлайн или просто RBS. Но они действительно в школе делают классы для интересований. Просто там такая система, что там, ну, берет классы, а не... Вот. И они делают, действительно, карты, которые им интересны, потому что они там, которые могут представить карту вбежущую от зумби-апокалипсис. И что-нибудь такое. То есть они не фокусируются за... А у них еще в штатах разные системы. В одних штатах вообще география является обязательной. Именно география. А в другой там география, на самом деле, такая демография. А проекты у меня есть друзья, которые там продают географию. Вообще просто классный там проекты такие. Просто диву, даешься, например, в какой-нибудь там графстве небольшом. Они просчитали все эти плотовые деревья на участках, где они живут. Потом собирали атрибутивку по количеству этих вот разных фруктовых видов деревьев. Потом сколько килограмм они собрали и ставили маркер, где, куда можно прийти и, например, забрать лишний урожай. Вот такие там проекты делаются. Но у них подход к школе совсем другой. У них нет программы, которую тебе надо гнать, гнать, гнать. Если ты не успеваешь ее доделать, твои дети не сдают ЕГЭ или не сдают ГЕР, который в 9 классе. Андрей, когда такие речи толкаешь, ты на каких детей вообще все это ориентируешь? Я учил с 8 по 11 классу. Я учил с 8 по 11 класс по стандартной... Я не про класс, не про номер класса, а про уровень детей. На кого? Стандартный. Вот стандартный уровень детей. Что такое стандартный? Нет, ну вот имеется в виду общеобразовательная школа. Общеобразовательная школа. Все, в пределах общеобразовательной школы. В деревне Гадюкино. В деревне Гадюкино, да. Потому что программа одинаковая у всех. Понрав works лицей, там? Это было общеобразовательное лицей. Потом сейчас деление на лицеи и общеобразовательное... Все зависит просто от количества учителей и количества времени, которые дети будут осл Здравствуйте, на дополнительные занятия. С этим классом из деревня Гадюкино гадюки с развивки. Ну, в том-то и дело. Да, он там никак. А у нас вопрос можно? Школа платежеспособна? Смотри, школа сейчас может быть платежеспособна, а может быть вообще ни разу не платежеспособна. Вот, например, для московской школы потратить 3-5 миллионов рублей на какую-то прикольную штуку, порой вообще не вопрос. А в некоторых школах, в Москве тот же самый, 3-5 миллионов рублей это абсолютно злообночные деньги. Поэтому все зависит от практического комитета, от источника финансирования, от того, сколько они недоплачивают зарплаты учителям, как они формируют этот премиальный фонд. Но по факту школа для денег нет на дополнительное ворудование. Но школа имеет право по ВГОЗу включать в состав приобретаемых учебно-методических комплексов те вещи, которые прописаны в учебном плане, в методичках, во ВГОЗах. То есть слово ГИС есть, они обязаны, они могут купить, но купать-то нечем. Да, и продавать не надо. Естественно, это... Скоро будет? Вот, я жду этого, не дождусь. Сейчас, на чем мы уже закончим. Давайте. Последнее слово. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.